Череповчанин, полковник Евгений Пребраженский, единственный командир полка Балтийского флота, который бомбил Берлин в августе 1941 года. И таких земляков, воевавших на морских фронтах Великой Отечественной войны, много. Только по примерным прикидкам, председателя Череповецкого морского собрания, их было порядка 350 человек. Очеленко Владимир Николаевич, младший сержант морской пехоты, это участник Николаевского десанта. Их было там всего 67 человек, и в живых осталось их только 12 человек. Они трое суток держали порт вот этим количеством немцев, пока не подошла наша основная часть армии и не освободили город Николаев. А еще Нина Соколова, женщина-водолаз. Всю войну на Ладожском озере помогала восстанавливать подводные кабели, трубопроводы. Памятника героям землякам, воевавших на морских фронтах Великой Отечественной, в городе до сих пор нет. Этого активисты добивались много лет, и вот, наконец, вопрос представлен к рассмотрению депутатам городской думы. Памятный знак представляет собой две гранитные стелы, соединенные скульптурой чайки. Между стелами размещен колокол. Автор памятника – скульптор Алексей Геннадьевич Конторев. Памятный знак будет размещаться в зеленой зоне по проспекту Победы около дома номер 94. Получено разрешение от комитета по управлению имуществом города на размещение памятного знака на землях общего пользования. И, наверное, символично, что памятник морякам планируют установить именно на проспекте Победы. Окончательное решение депутаты примут на будущих заседаниях думы, хотя предварительно уже можно сказать – проект поддержан. Кроме этого, народные избранники рассмотрели вопрос о продаже муниципальной собственности. Так, в 2017 году предпринимателям предлагают приватизировать помещение почти в 132 квадратных метра в здании на проспекте Победы 151. Помимо этого объекта, в 2017 году город планирует отдать в частные руки еще два помещения. На Краснодонцев 51 – это котельная «Вологда» «Газпромэнерго» и чуть более тысячи квадратных метров на Устюженска 14. Указанные объекты недвижимости и свободный от прав третьих лиц не востребованы для муниципальных нужд. В результате реализации прогнозного плана планируется получение доходов от приватизации в размере 15 миллионов 670 тысяч 400 рублей. Также на сегодняшнем заседании депутаты занимались приведением различных нормативных актов, что называется, в порядок. Досталось ей стратегии социально-экономического развития города до 2022 года. В целом она не изменилась, однако документ необходимо корректировать с учетом федерального законодательства. А вот активисты возведения памятника Череповецким морякам к строительству уже полностью готовы. Спонсоры готовы помочь и в июле 2017 года ко дню военно-морского флота памятник планируют торжественно открыть. Вера Кучеренко, Сергей Павлов. Новости.